всем привет кто меня смотрит и кому это интересно сегодня видео о моих дендробиум волосатиках или это дендробиумы из секции формы все наверно слышали так дендробиум формазум с белыми большими цветами когда-то мое первое знакомство было именно с таким и как-то не сильно они меня впечатлили ну такие же котлей такие же цветы как у котлей корни тоже как у котлей и я с ним рассталась но потом со временем опять как-то на выставке я увидела цветы других форм и окрасов и потом порывшись в интернете я в них влюбилась и теперь это одни из моих любимых вот скажите как это может не нравится посмотрите какой ресничатый язычок красные реснички сейчас попробую нанести значит у меня сейчас коллекции их не так уж и много и я сейчас вас всех с ними познакомлю значит это моя давняя хотелочка купила я ее осенью я наверно в каком-то видео говорила покупался он как и покупала его как деленочку которая должна была через два года зацвести как обещалось но вот зацвел он сейчас дорос у него этот рост которыми покупала и зацвел соцветий цветов у него может быть на соцветии намного больше цветочек довольно большой и тоже может быть намного больше мочи до семи цветов может быть на одной цвета ножки и и цветочек тоже может быть до 4 5 сантиметров в диаметре желтого цвета я не знаю его и камера все-таки не передает такой цвет как у него на самом деле он очень-очень нежный вот и сейчас у нас там растет новый ростик вот он дендробиум лобби так не успела я снять уже отсвел у меня одним цветочком мой дендробиум александрия александрия вот он тут висит сейчас теплица наевшиеся бомбы сейчас ему возьму ближе покажу он уже отсвел так вот он поближе дендробиум христиан 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 да и александритом это затем другую чем был у меня еще белатулум тоже такой же маленький миниатюрный и цветы у них у обоих очень ароматные и большие белые где-то у меня если я найду цветы его я вставлю если сохранились как-то у меня так с этим не очень аккуратно и не очень организованно так вот тут готовятся эти псевдобульбочки цвести то есть видите это кому нравятся миниатюрные и мало места для многих орхидеи то этот вполне подойдет вот такие пузатенькие бульбочки растет он у меня на блоке который уже хорошо зарос мхом видите да сейчас он совсем сухой сухой так слегка влажный сверху мог я их с утра сейчас только поливаю такое время года по бритве тут влажность теплицы поддерживаю поэтому сейчас легко с ними кто еще такие это совсем тоже новый дендробиум я его купила марте по-моему на выставке в бельгии это дендробиум гибридный это гибрид называется формидибль между формазая и инфундибум или выговоришь иногда его покупала показывала в обзоре если кто помнит был большой огромный цветок белый действительно похож как у котлея потом он отцвел и был совсем маленький маленький ростик вот сейчас он вот такой уже большой больше чем его предыдущие всегда бульба и покупался он в таком горшке не знаю будет сейчас видно или нет там как для водных растений сетчатый горшочек и я его вставила пока в этот керамический подобрала для него которым хотела пока пересадить его сюда ну когда я решила его пересадить то пересаживать уже нечего он прирост корнями он думаю пусть так и остается в общем там кора как-то рассыпалась подсыпалась я никакой другой не добавляют а которая рассыпалась там горшок много воздуха ему так нравится хорошо растет думаю зачем что-то менять вот и жду теперь его цветения так еще я купила один совсем недавно в эквадоре реально не гибрид формазон но у меня сейчас в коме сейчас покажу собирается жить или не жить минутку так вот это деленка вот какой он был такой остался бульбы очень плотная два этих листа так и есть все бульбы на месте единственное что и сейчас я не знаю будет видно или нет у него тут начало так как это я проволокой так чтобы они у меня стоят там специальном месте где влажно нижней части почка начала набухать и не знаю будет видно сейчас или нет в общем короче начала набухать тут почка с одной и с другой стороны и как только такой момент появится данный значит корни у него тут не живые но я их и не трогаю потому что как-то надо будет когда садить то они будут нужны может как-то еще и помогают и работают но он хорошем состоянии абсолютно никак не поменялся вот когда так вот растение приходит до нового роста нет то трудно понять в какой он сейчас фазе или в коме или спит но он себя хорошо чувствует поэтому я не напрягаюсь а жду когда он решит что-то делать вот еще один гибридик это тоже такой не крупненький сантиметра наверно 20 всегда бульба это вот такой гибрид какие у него тоже не крупные цветочки но красивенькие желтая или оранжевая серединка но гибрид и с гибридом чего же там покажет он я не знаю такое красивое растение а кто у меня еще есть ахрацеум момент так вот дендробиум ахрацеум у него тоже такие своеобразные очень красивые цветы чем-то похоже вот как лови я показывала и этому товарищу в этом году не повезло моя манюня его сбросила он вывалился и я не помню да не знаю даже сколько он пролежал что он отсушились у него корни тут тут же в теплице хоть и было всегда бульбы старые так сильно скотч скукожились потом сморщились потому что пить было нечем но молодая ничего растет дальше и у нас появился рост он у меня в прошлом году целый я где-то его показывала и он все время цветет вот у нас новый ростик эти ростики кстати у этих растений у эти у этой секции дендробиум да они же волосатые сейчас я возьму ближе покажу каждые такие брутальные волосатики красиво на большом будущее хорошо видно и росты у них кажется что не гнилые поэтому когда росты растут и если вам там что ничего не казалось у кого есть такие или кто-то захочет завести до новый рост специфический у него такой внешний вид не нужно сверху брызгать сильно заливать а так аккуратно пока не вылезет и не буду конкретно не будет хорошо видно что это роз и не отламывать и ничего не удалять ни в коем случае потому что выглядят они так из-за того что они тоже сильно покрыты этими черными ворсинками так а ну-ка кто еще я не помню даже что еще есть так вот нашла еще один прыщик это я покупала тоже на выставке какой-то гибрид в конце поле в мае то ли в июне так и где-то начать так и лежит и где-то на упала такти не знает что и надо а вторая вон видно на маленький ростик начал расти это гибрид между дендробиум и гни они вел и лови какие там цветы будут так вот покупала лишь бы что-нибудь покупать а так есть у меня еще желание купить другие какие-нибудь цветы как только попадутся и мне понравится само само растение я имею ввиду там кустик или крутинка как там какому как удобно называть так я куплю сначала нужно освободиться от некоторых своих которых или много или чересчур много и поделить разрослись чтобы приобрести новое чтобы было место кому для кого ну вот поближе я покажу как выглядит выглядит волосатость вот такой как небритый мужчина такая легкая небритость брутальная как это сейчас в моде основание псевдобульбы еще тем темная может быть очень сильно бульбы которые уже постарше повзрослее немножко подсыхают там кроющие и уже не так сильно выражено а на молодых очень отшитливой даже на нижней стороны листочков такие волоски и чем моложе рост сейчас покажу туда кверху рост там очень хорошо сейчас выражена такие волоски как они не нравятся такие жирненькие стоят вот очень хорошо видно реальный такой небритость или как у молодых появляется небритость красиво очень смотрится он я не знаю как это будет на видео смотреться но так привлекательный вот и еще хочу показать как выглядят почки как раз сейчас есть спрендент с растущей я имею виду почкой ростовой как только начинает она расти как она выглядит чтобы никому не казалось что она плохая или она гнилая вот она совсем маленькая сейчас я буду ее увеличивать попробую так она плохо ее можно увеличить не получается мне хорошо но вот видно хорошо что она тоже даже корешки начинают расти вот то что я сейчас тоже увидела только-только вот такое на черной заморашка как цыганенок или негритенок и если кто боится залить то лучше поливать в поддон или по краю горшка и ни в коем случае не надо их обрезать удалять мазать фунгицидами это абсолютно нормально для этих дендролиум из-за того что они волосатенькие вот так вот много 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 этих волосиков а потом в процессе роста когда не растут и все расходится и выглядят они совсем по-другому красивыми и привлекательными но пока я сейчас буду рассказывать о секции этих дендров я вас поинтригу и немножко фотографиями из интернета потому что их в секции этой по моему 53 и плюс множество число разных гибридов на вкус и цвет от маленьких цветочков до больших и в основном конечно белая форма цветов цветы большие и маленькие или желтые с разными в общем эти дендры раз они настолько широко распространены это и борнеу и вьетнам и лаос и таиланд и камбоджа и тайвань и и китай тайланд в общем и даже в японии они встречаются очень широко не распространены на высоте до 2300 над уровнем моря но и в зависимости от этого уже нужно смотреть где они как растут какие перепады температур желательно но я вам хочу сказать так что все эти дендры замечательно растут на подоконниках поэтому смотрите если вам понравится пожалуйста выбирайте покупайте они будут всегда радовать глаз отличительная черта этих дендров еще в том что как я уже показала волосатость вот это и по всей длине всегда гульбы растут листья которые до трех лет и больше не падают то есть они относятся группе не не листопадных дендробиумов если вам не нравится из серии листопадных типа пираде некоторые аносумы и так далее эти лысые палки как говорят некоторые от которых я просто умираю в восторге когда особенно весной они начинают зацветать эти лысые палки усыпаны цветами вот а эти всегда будут стоять зелененькие и радовать цветочками да еще одна особенность что на светоножке было нескольких цветов то есть это могут быть и маленькие букетики большие букетики ну естественно когда куртина уже разрастется когда взрослые растения не всегда это всегда цветут богаче и больше цветение довольно довольно длительное у них тоже тоже что радует как правило цветы должны быть ароматными но этот у меня как правило не ароматный почему-то у меня все не пахнут у которых пахнут может позже цветочек запахнет потому что этот третий день как он открылся я не знаю еще вот как они живут у меня каких условиях субстрат это очень много корней папоротника кора средней фракции резанный мох добавляю иногда пензу высокий дренаж керамические горшки полив по мере просыхания субстрата то есть эти дендроби мы любят увлажненный субстрат но сырой субстрат и долго стоять мокрыми они не любят так же как и все тем были у них корни такие вот хорошим словом беломена особенно у больших таких как у котлей просушки они выдерживают не длительные нежелательные особенно в период роста вегетации так же как и для всех остальных орхидей вот но выдерживают бывает у меня так часто что там или особенно летом когда просыхает утром полила через два часа не все сухие ждут до вечера или до следующего дня ничего страшного то есть длительные просушки сказываются как всегда на росте тормозит в росте может там не таким большим вырасти или гармошит листья и так далее роста почему это нежелательно удобрение еженедельное период покоя у них не очень сильно выражен как выросла бульба там сама себе что-то постояла выбросила бутоны выбрасывать засвела и одновременно может другая какая-то псевдобульба расти вот как вот на примере у этого эти дендры очень любят такое светлое место любят тепло до светло место но не очень любят вообще не любят прямые солнечные лучи поэтому местах где-то там под каким-то деревом на улице желательно выгул они у меня гуляют на улице пока позволяет температуру это 14 15 градусов ночные а там уже заходим и в помещение но теперь уже у нас теплица сейчас мы растем в теплице и они тут внизу стоят там где мы сдавали где кому особо места света много не надо там они растут замечательно растут и в длину и в ширину и ожидаю скоро цветение других ну вот на этом наверное и все да еще хочу сказать что мои очень любят опрыскивание утренний душ да еще и стониками им это очень очень нравится поэтому но обязательно конечно должна быть вентиляции воздуха и должно быть тепло то есть не ниже 15 градусов вот но на этом наверное все если будут у кого-то какие-то вопросы задавайте если вас заинтриговала и завонила 5 дендробиума это будет очень хорошо это классные растения из орхидеи они очень живучие очень стойкие очень выносливо замечательно переносят они жару но в таком затененном месте очень высокую жару когда у нас доходило я не знаю до скольких градусов вот относится группе теплых дендробиумов вот хочу сказать так коротко все у кого растут фаленопсисы и цветут на подоконниках то эти дендры будут у вас свести и расти замечательно вот еще раз мой лови такой красавчики от него восторге если он вам понравился ставьте лайк ну а тебе наверное на этом все если будут у кого-то вопросы задавайте желаю всем хорошего настроения удачи всегда и везде любите дендробиумы пока пока